Детский дорожно-транспортный травматизм в России по своим показателям в три раза выше, чем в странах ЕС. Причины, которые вывели нас в лидеры, лихачи и нетрезвые водители за рулем, невнимательность пешеходов и нарушение правил перевозки детей. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема всего общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов, родителей – воспитать из сегодняшних школьников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. Каких масштабов сегодня достиг детский дорожно-транспортный травматизм и какие меры нужно принимать, чтобы спасти жизнь своих детей и подростков? Вот об этом и многом другом я сегодня буду говорить с начальником отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД управления МВД России по городу Самара Ириной Александровной Тарпановой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, давайте поговорим тему, на самом деле, вот как раз школьный год только начался, и она очень актуальна и злободневна, и ведь занимает значительное место, ведь понятно, что дети – это самое дорогое для каждой семьи. Вот как вы сегодня оцениваете ситуацию с дорожно-травматизмом детей и подростков? Конечно же, пожалуйста, прошу вас озвучить статистику на сегодня цифры. На настоящий момент у нас на территории города Самара зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в которых пострадали 129 несовершеннолетних, погибших нет. И эту цифру мы держим по погибшему уже на протяжении нескольких лет, то есть детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, не зарегистрировано. Из 129 дорожно-транспортных происшествий у нас 46 детей являлись пассажирами, 66 – пешеходами, 16 – велосипедистами и 1 – водитель. По неосторожности самих детей, то есть тех, которые нарушили правила дорожного движения, произошло у нас 26 дорожно-транспортных происшествий. Вы сейчас озвучили статистику за 9 месяцев. Да, на настоящий момент по оперативным цифрам. Хорошо. Вот в чем же основные нарушения, я попрошу вас рассказать, правила дорожного движения именно несовершеннолетним – пешеходы, велосипедисты? Ну, в основном это переход проезжей части в неустановленном месте, переход проезжей части вне зоны действия пешеходного перехода. Опять же, у нас есть случай в этом году перехода проезжей части на запрещающий красный сигнал светофора, таких 4 случая по Самаре. Что касается велосипедистов, это у нас дети не спешиваются перед переходом, проезжей части по пешеходному переходу. Есть дорожно-транспортные происшествия в дворовых проездах. То есть дети, когда гоняют на велосипедах, на самокатах, электросамокаты, которые, кстати, развивают скорость, по-моему, до 60 км в час, это вот практически как едет автомобиль на скорости. Они не останавливаются? Да, они считают, что двор – это безопасное место, и выскакивая практически как пешеходы и выезжая на велосипедах как велосипедисты, они не ощущают опасности, естественно, попадают под колеса автомобиля. Дорожные ловушки на проезжей части, вообще, что это за понятия? И расскажите, пожалуйста, вот как их избежать? С рождения детей учат правила дорожного движения, да, они читают правила дорожного движения как книгу и пытаются применить ее на практике. Когда мы приходим в школу, мы, конечно, видим, что дети сами правила дорожного движения знают, знают, как переходить, где переходить. Но никто им не рассказывает про дорожные ловушки, которые их подстерегают на каждом шагу, можно сказать. Ну, во-первых, это, опять же, двор. Ребенок выходит из подъезда и уже попадает на проезжую часть. Но они в большинстве случаев не считают это проезжей части, двигаются спокойно, могут выбежать, могут стоять сзади автомобиля. Опять же, это первая дорожная ловушка, когда водитель не видит ребенка, так как он небольшого роста, начинает движение назад, ребенок попадает в мертвую зону, естественно, происходит наезд на несовершеннолетнего. И в основном это происходит, когда с мамами, с папами выходят, чтобы куда-то двигаться. Ну, конечно. Просто именно про слепую зону детям не объясняют, да и родители тоже не всегда как бы об этом думают. Ну, наверное, все-таки такие случаи происходят в основном в темное время суток, либо светлое тоже не исключение. Нет, здесь не исключение, потому что здесь как бы фактором является рост ребенка. Его просто не видно маленького сзади. И поэтому мы учим детей, чтобы они видели, что если зажглись белые сигнальные огни на автомобиле сзади, это значит, что автомобиль начинает движение назад, следовательно, надо отойти. Ну и вообще, конечно, учим не стоять сзади автомобиля и не подходить вплотную к нему во дворах. Ну, а родителям какой совет здесь можно дать? Взять ребенка на руки или просто вот так запасить за себя и сначала перейти с мамой потом ребенку? Родителям совет, конечно, следить за ребенком, чтобы он все время был в зоне видимости и никуда от родителей не уходил. Какие еще ловушки можете озвучить? Еще одной ловушкой мы привыкли, да, что нам с детства говорили, обойди такой транспортный средств спереди, сзади, да, как бы мы к этому привыкли. Но в настоящий момент это небезопасно и детей в школах мы учим подождать, пока транспортное средство отъедет от остановки. И только после этого, пользуясь правилами дорожного движения, или пройти на пешеходный переход, перейти дорогу там, или, если пешеходного перехода вблизи нет, уже осмотревшись по сторонам, промониторив ситуацию, переходить проезжую часть, пользуясь правилами дорожного движения, как всегда, посмотрев налево, направо, оценив ситуацию, только после этого перейти в проезжую часть. Потому что данный случай, когда ребенок начинает думать, как ему обойти трамвай, троллейбус спереди или сзади, приводит к тому, что машина, которая движется по второй полосе, ребенок ее не видит, как всегда, допускает на него наезд. Это очень тяжелый случай, как бы, ну, не редкость. Ну, вот, кстати, по поводу трамваев, когда выходишь с трамвая, как правило, впереди тебя ожидает дорога. Вот здесь как, подождать зеленый сигнал светофора, но это не все дисциплинированные водители, и не все могут пропустить пешехода. Не все пропускают, в этом случае, конечно, пешеход должен пользоваться правилами дорожного движения и, конечно, следить за своей безопасностью. Если он видит, что водитель его не пропускает, конечно, нужно пропустить водителя и уже потом по пешеходному переходу, или, если его нет, перейти в проезжую часть. О чем бы еще могли бы предупредить детей, ну, соответственно, предостеречь родителей? Как ни странно, дорожная ловушка нас сопровождает и на светофоре. Родители, опять же, иногда неправильно учат детей, что красный – это запрещающий, желтый – жди, зеленый – иди. Но нужно ребенку проговорить, что и красный, и желтый являются запрещающими знаками, и выходить на дорогу, если горит желтый сигнал светофора, ребенку нельзя. Да и перед тем, как перейти дорогу на зеленый сигнал светофора, нужно обязательно посмотреть по сторонам. Удостовериться, да? Опять же, да, налево, направо, еще раз налево, мониторить всю ситуацию вокруг. Только после этого, пользуясь правилами дорожного движения, ребенок может перейти в проезжую часть. Естественно, дети, которые совсем маленькие, должны переходить дорогу со взрослыми. И родители должны держать их за руку, и не просто ладонь в ладонь, а держать за запястье. Потому что очень много случаев бывает, когда ребенок просто вырывается из руки родителя, начинает движение вперед, естественно, маленький ситуацию просмотреть не может, попадает под автомобиль. Но это вы сказали, как должно быть. Ну а как же первоклашки, второклашки, которые родители, понятное дело, на работе, они возвращаются со школы домой? Понятно, что первые две недели родители проходят с ними весь этот путь, они должны запомнить. Но ситуации разные в жизни бывают. И дети порой переходят одни дорогу. Вот как здесь научить, чья это роль в первую очередь? Ну, конечно, это роль родителей. И вот в этом случае очень хочется сказать про наше движение активистов, которое называется «Родительский патруль». Это движение у нас с 2017 года, с ноября появилось. Во всех школах выбраны активисты, которые ежедневно практически выходят к пешеходным переходам и по утрам встречают детей, помогают им переходить проезжую часть. Но иногда и не только по утрам, и во вторую смену. Следят за тем, что на детях были световозвращающие элементы. Следят, как родители привозят своих детей, пристегивают они их или нет. И вот «Родительский патруль» у нас уже, получается, три года функционирует. И как-то узнать, опознать. Можно какие-то у них специальные указатели, жилетки. Потому что ведь родители, дети учат детей не разговаривать с посторонними людьми. Нет, нет. На «Активистах жилетки», на которых написано на некоторых «Родительский патруль». В принципе, дети уже этих родителей знают, потому что они периодически появляются на пешеходных переходах. Это нам большая помощь по утрам, когда дети идут в школу и когда идут во вторую смену. Мы обязательно с вами вернемся к детям. Но сейчас хотелось бы немножечко обратить внимание на подростков. На подростков, которые, возможно, стоят на учете. Возможно, которые пренебрегают общественными правилами. И, конечно, не обращают внимания на правила дорожного движения. Вот какую работу проводите вы с ними? И есть ли какая-то статистика по дорожным происшествиям именно с участием подростков? Подростки у нас входят в категорию как раз от 0 до 16 лет. То есть это статистика, которую я уже озвучила. А как работают с детьми-нарушителями на протяжении уже долгого времени у нас сотрудники полка ДПС следят за детьми. И если видят, что ребенок нарушает правила дорожного движения, они подходят к нему и составляют на него рапорт о нарушении. То есть туда записываются фамилии, имя ребенка, его данные, нарушения. И потом эти рапорта приходят к нам в отделение пропаганды, где они регистрируются. И в конце месяца мы рассылаем информацию по всем школам. То есть в конце месяца каждый директор знает о детях, который нарушил правила дорожного движения. Затем мы приходим в школу, проводим профилактические беседы, профилактические мероприятия. И ребенку объясняем, как же нужно было поступить, чтобы не допустить такой ситуации. Какую работу вы проводите с правонарушителями, которые угоняют машины? Подчас даже не то, что гоняют посторонние, но взял ключи у папы тайком покататься. И случилось страшное, случилось ПДД. Вот здесь какая-то работа в вашем ведомстве проводится? Здесь совместная работа у нас ведется с отделением по делам несовершеннолетних. Составляются административные материалы на родителей, потому что дети ответственности не могут нести. И здесь уже, ну конечно, мы проводим профилактическую работу, рассказываем им о дорожно-транспортных происшествиях, которые могут произойти. Потому что нередко ребенок, садясь за руль, допускает наезд и на другого ребенка. Такие дорожно-транспортные происшествия были. Конечно, вот это нужно все рассказывать на конкретных примерах, чтобы ребенок знал, чего бояться и чего нужно не делать. Ну и какие последствия, самое главное, после этого могут быть? Я недаром задала вам этот вопрос, потому что, ну, этим летом произошло ряд таких неприятных, я бы даже сказала, трагических ДТП. Давайте сейчас посмотрим все вместе, вспомним, как это было. Ну и, конечно, обратим внимание вас, уважаемые родители, чтобы вы, конечно, следили за своими детьми и таких страшных случаев не допускали. Смоделируем дорожно-транспортное происшествие. В этом нам помогут обычные игрушечные фигурки. Итак, нерегулируемый пешеходный переход. Пешеходы переходят в проезжую часть. Автомобиль номер один останавливается перед стоп-линией, чтобы пропустить людей. А вот водитель второго автомобиля слишком спешит, объезжает первый, не замечает людей и совершает наезд. Случаи ДТП происходят каждый день. Самая главная причина – это невнимательность и неоправданная спешка. В реальной жизни дорога – это не место для игр. На этих кадрах нерегулируемый пешеходный переход на Николаевском проспекте. Здесь в конце июля мотоциклист сбил 30-летнюю женщину, находившуюся на девятом месяце беременности. Вместе со своим пятилетним ребенком она переходила в проезжую часть. Женщина и малыш остались в живых, а вот будущего ребенка врачам спасти не удалось. Как выяснилось позже, мотоцикл был не зарегистрирован, а за рулем находился 15-летний подросток. Правонарушитель планировал объехать машину, которая остановилась перед зеброй, а вот переходящих дорогу людей не заметил. На кадрах видеорегистратора, которые прислали в редакцию Самары ГИС очевидцы, хорошо заметен момент ДТП и скорость мотоцикла. Ежегодно в Самарской области случаются тысячи ДТП. Часть из них по вине несовершеннолетних. Только за текущий год количество таких случаев перевалило за 20. Причем с каждым годом такая неприятная статистика только растет. Эксперты связывают это с легкомыслием подростков, которые не понимают до конца, чем может обернуться их шалость на дороге. В результате этих происшествий пострадали 36 детей. Двое из них погибли. И это только детская статистика. На пути малолетних гонщиков оказывается и взрослое население. Наказания за преступления разнятся. Уголовная ответственность наступает с 16 лет. Но есть ряд исключений. Если нарушение закона повлекло за собой умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда, либо подросток неправомерно завладел автомобилем, уголовная ответственность может наступить и с 14 лет. Наказание определяет суд. В некоторых случаях, если нет тяжких последствий, дело ограничивается беседой с родителями и штрафами, а позже и постановкой подростка на учет. Если ребенок у нас является виновником дорожно-транспортного происшествия, то прежде всего мы информацию направляем в образовательную организацию, направляем информацию по делам несовершеннолетних и также направляем информацию в департамент образования для принятия мер по подведомственности. Также мы инициируем проведение комиссии по делам несовершеннолетних, на которую вызываются не только дети, но и родители. И к ним принимаются соответствующие меры. В Самаре на учете стоят больше 700 подростков. Большая часть из них попалась на распитие спиртных напитков и кражах. Если подросток встал на учет, то его ждет постоянный контроль со стороны правоохранительных органов. Каждый месяц с ребенком и его родителями проводят профилактические беседы, а также изучают ближайший круг общения. Главная цель, которую преследуют правоохранители – предупредить дальнейшие преступления с уже более тяжкими последствиями. Если в течение полугода подросток не совершает ничего противозаконного и его поведение хорошо характеризуют в школе и дома, то с учета его снимают. Сотрудники профильных ведомств рекомендуют родителям обращать внимание на изменения в поведении своего ребенка. Если ребенок становится замкнутый, нервничает, перестает общаться с своими друзьями, перестает интересоваться, в том числе и компьютерами, играми, ну и тому подобное. Конечно, это те отклонения, которые особенно бросаются, должны бросаться в глаза. В этих случаях самое верное поведение родителей, говорят эксперты, вывести ребенка на искренний доверительный разговор, не оказывая при этом давления. Если ничего не получается, то необходимо обратиться к специалистам, психологам. Ирина Александровна, дорожно-транспортные происшествия, к сожалению, и статистика это показывает, происходит не только на дорогах. Где еще и какие примеры вы могли бы привести? Вот за последнее время у нас учитывались случаи, когда пешеходов у нас сбивают на тротуарах. Водители, не выполняя правила дорожного движения, допускают столкновения, машина вылетает на тротуар, и в результате у нас буквально несколько недель назад погибла женщина в районе площади революции. Через несколько буквально дней у нас водители, также нарушив правила, также вылетает у нас водитель на тротуар, сбивает нам двух подростков, 15 и 16 лет. Но здесь обошлось как бы легкими травмами. И опять через несколько дней у нас ДТП происходит с девочкой, да, 13 лет. То есть дети спокойно находятся на тротуаре, не нарушают правила дорожного движения, и опять же попадают в них. Ну, это, понятное дело, такая ситуация, которую предсказать просто невозможно. Да, так случилось. Но если все-таки себя обезопасить, может быть, подросткам, детям особенно не стоит, стоит, даже когда ты ожидаешь транспорт на краю тротуара, все-таки стоит подальше, вот чтобы обезопасить себя от таких лихачей водителей. Ну, это опять же дорожная ловушка, она называется остановка. Мы учим детей, конечно, не стоять близко к проезжей части. Также, когда ребенок, например, выходит из школы, собирается домой, стоит на остановке, увидел автобус, обо всем забывает, начинает движение к автобусу, не видит машину, опять у нас происходит дорожно-транспортное происшествие. То есть остановка – это дорожная ловушка, на которой тоже нужно задумываться перед тем, как какие действия совершить. То есть дорогу переходить нужно всегда пешком, не бежать ни в коем случае, не перебегать дорогой. Также к автобусу, но не уедет он, успеете вы. В крайнем случае дождетесь следующего, но зато ваша будет жизнь в безопасности. Хорошо, вот скажите, пожалуйста, а вот влияют ли и существуют ли какие-то закономерности, влияющие на уровень детского травматизма? Учитываете ли вы вот эти меры, когда занимаетесь противодействием? Конечно, у нас проводится ежемесячный анализ дорожно-транспортных происшествий. Если мы видим, что у нас повышается дорожно-транспортное происшествие с детьми пешеходами, мы проводим мероприятия, направленные и на водителей, и на пешеходов. Ну и, естественно, когда происходит ДТП с пассажирами, проводим акции детское удерживающее устройство «Пристегни самое дорогое», работаем с родителями, ну и поощряем детей, которые находятся в детских удерживающих устройствах. Вот, коль уж мы с вами заговорили на эту тему, все-таки правила перевозки детей никто не отменял, нового ничего не появилось, и о старом забывать нельзя. Нужно перевозить детей в креслах и пристегивать. Напомните, пожалуйста, вот эти элементарные правила, которые порой спасают вашу жизнь. Дети до 7 лет должны находиться в транспортных средствах, пристегнутые с помощью детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка. Кресла. Да, кресла. Начиная с 7 до 12 лет, мы можем уже ребенка посадить на заднее пассажирское сидение, пристегнуть ремнем безопасности. Но, опять же, здесь мы смотрим рост и вес ребенка, и родители не должны допускать, чтобы ремень проходил по шее ребенка, так как они рассчитаны на человека от метр пятидесяти. Вот это, кстати, вопрос, наверное, к бустеру, да, Ирина Александровна? Потому что некоторый пристегнулся, и все, это безопасно ребенка, и не обязательно его применять. Нужно применять средства, которые помогут ребенка немножко поднять, чтобы его рост соответствовал ремню безопасности. Ну, а с 12 лет, конечно, можно ребенку сесть на переднее сидение, но, опять же, родители должны помнить, что это самое безопасное, самое опасное место в автомобиле. И, конечно, лучше этого не допускать, ребенку рассказать, чем опасно. Дети тоже должны знать, почему родитель запрещает садиться на переднее сидение. Да и на заднем сидении боковые места тоже опасны, потому что дорожно-транспортные происшествия бывают не только лобовые столкновения, но и боковые. То есть, получается, самое безопасное место у нас посередине, ребенок должен быть пристегнут ремнем безопасности, и если рост высокий, обязательно должен быть правильно подстроен подголовник. Какой штраф, напомните, пожалуйста, за несоблюдение этих мер? Штраф составляет 3 тысячи рублей. 3 тысячи рублей. Хорошо, все же хочу еще раз вернуться к профилактической работе, которую проводит ваше ведомство, и я знаю, оно проводит не только в школах, но еще и в детских садах. Расскажите, пожалуйста, как все это происходит, и внимательно ли слушают вас детки? Ну, вот это благодарны слушатели или все-таки нет? Да, работа с детьми очень интересная. Мы стараемся, чтобы мероприятия проходили всегда радостно, интересно и запоминающе. Поэтому работа начинается уже с детских садов, ну, естественно, это подготовительный групп, когда ребенок уже может понимать, что мы хотим ему донести. Ну, естественно, в детских садах она проходит в игровой форме, в виде каких-то конкурсов, викторин, но все равно мы уже начинаем закладывать в голову ребенка основные направления правил дорожного движения. И даже иногда они, приходя домой, начинают учить своих родителей. Я думаю, что это как бы такая приятная мера для родителей, что ребенок, сам зная правила дорожного движения, рассказывает своим маме и папе. Когда мы проводим профилактические мероприятия, мы привлекаем патрульный транспорт для того, чтобы ребенку было интересно, чтобы он понял, что такое работа сотрудника дорожной патрульной службы. То есть показываете в деле, не просто на словах. Показываем, приезжает патрульный транспорт, дети могут там посидеть, почувствовать себя сотрудником, подержать жезл, опять же, сфотографироваться с сотрудником дорожной патрульной службы, что, конечно, положительно влияет и на имидж госавтоинспекции, и на отношение детей уже к сотрудникам ГАИ. А каким образом вы выбираете дошкольные учебные заведения? Можно подать вам заявку, или вы приезжаете нежданно-негаданно? Нет, конечно, это все обговаривается, и мероприятия как бы запланированы, и мы приезжаем. Если детский сад запланирует мероприятия, просто они с нами связываются, и мы проводим. Ирина Александровна, что такое проведение краш-курсов по БДД? Это работа с родителями. Так как мы с родителями можем встречаться только в рамках родительских собраний, как встречались до этого, как бы обычными разговорами уже работу проводить не очень интересно. не всегда они слушают. Это не особо действенно, наверное? Не особо действенно, да. Для этого мы разработали краш-курс по безопасности дорожного движения. Это психологическое мероприятие, в ходе которого мы показываем видеосюжеты с дорожно-транспортными происшествиями, которые произошли на территории города Самары. Там мы приводим в пример. У нас в 2017 году погиб ребенок около космопорта. По этому случаю был снят видеосюжет. То есть мы рассказываем, как это все происходило. Рассказываем про ДТП, где у нас погибла мама, оставив двоих детей с сиротами практически. То есть это все на психологическом уровне, конечно, влияет на родителей. И они уже побольше, посильнее задумываются над тем, чтобы не нарушать правила дорожного движения и учить этому своих детей. Хорошо. Работа водительского патруля мы уже с вами озвучили. Вот в конце программы хотелось бы поговорить еще о световозвращающих элементах. Давайте разберем ошибки и в чем они заключаются. Вот сейчас на что нужно обратить внимание? Ну, первая ошибка – это неиспользование световозвращающего элемента. Как мы знаем, дороги у нас в осенне-зимнее время все-таки темные уже к вечеру, и пешеходов практически не видно. Если на пешеходе используется, если пешеход использует световозвращающий элемент, то водитель его может уже увидеть на расстоянии 130-250 метров. Если световозвращающего элемента нет, это примерно где-то 25-40 метров. Это очень маленькое расстояние, и водитель не всегда может предпринять какие-то меры для того, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. Так тормозной путь порой составляет только около 30 метров. Да, поэтому наличие световозвращающих элементов как бы рекомендуется госавтоинспекцией в черте города. Ну, хорошо, если он есть на рюкзаке, это замечательного школьника, а если это подросток, у него нет, нужно покупать одежду, чтобы они были, или какие-то значки? Может быть, вы помогаете, вы даете? Это первое, да, что родители, конечно, должны выбирать одежду, на которой их световозвращающие элементы. Но опять же, здесь вторая ошибка. Световозвращающие элементы в основном бывают на спине и на груди. А по пешеходному переходу мы все-таки идем, и водитель видит нас сбоку. Поэтому световозвращающий элемент должен находиться по сторонам тела. Тогда пешеход виден, следовательно, водитель даже в темноте сможет его разглядеть и не допустить дорожно-транспортного происшествия. К световозвращающим элементам мы можем относить и браслеты, и значки, и фликеры, и световозвращающие ленты. То есть все, что отражает свет. Дети у нас даже иногда сами мастерят световозвращающий элемент. Ну и, конечно, мы им помогаем, потому что в большинстве случаев, когда мы вставляем свои площадки госавтоинспекции, у нас есть мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов. Когда из бумаги дети у нас вырезают по шаблонам световозвращающий элемент, сразу их клеят себе на одежду, естественно, работа сделана, ребенку интересно. И потом, не нужно забывать, что это ваша личная безопасность. Конечно, это личная безопасность. Хорошо. Вот что такое СИМ? Средства индивидуальной мобильности. И расскажите, пожалуйста, Ирина Александровна, в чем их опасность? Сейчас они очень распространены. Мы очень часто можем увидеть, что они у нас движутся и по проезжей части, но их владельцы, я не знаю, может быть, даже не догадываются, что по правилам дорожного движения они относятся к пешеходам. И все правила пешеходам применимы к ним. Следовательно, они на проезжей части находиться не должны. Мы ведем сейчас работу, постоянно объясняем. Ну, пока. Ну, каким образом правильно пользоваться? Вот, допустим, есть человек на гироскутере, ребенок. Впереди пешеходный переход. Что нужно сделать? Нужно сойти с гироскутера, пешком перейти по пешеходному переходу и уже на тротуаре, если хочется, опять двигаться дальше. Ну что же, спасибо большое. Поделились сегодня очень ценными советами. Все-таки в конце программы я хочу предоставить вам заключительное слово в целях профилактики возможных ДТП. Какие бы полезные советы вы дали? Хочется обратиться к родителям. Я хочу сказать, что мы со своей стороны делаем все возможное. Мы ходим в школу, в школах детей учат правила дорожного движения, но родители как бы первые могут рассказать, как правильно нужно переходить в проезжую часть, ежедневно напоминать по утрам, чтобы ребенок на зеленый сигнал светофора перешел дорогу, чтобы не переходил в неположенном месте. Родителям это сделать легче и ребенок как бы больше, конечно, их слушает. Ну, наверное, все-таки помните о личной, о своей безопасности. На своем примере показывать. Вот это самое главное. Быть примером для своего ребенка, никогда не нарушать правила дорожного движения, и ребенок, глядя на вас, на родителей, уже будет соблюдать. Как говорится, пристегнись, когда ты едешь в автомобиле для себя, а не для инспектора, и пристегни обязательно своего ребенка. Я благодарю вас за очень ценные советы, которые вы сегодня дали нашим уважаемым телезрителям. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Берегите себя. Лишний раз пристегнуться никогда не вредно. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин